Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, не вижу плюсов еще здесь Уже почему-то плюсов нет ни хрена ДимаTorzok 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 По сутки на Харстом и Лейзера пилю Ну вообще Харстом 0.3 отлетел от лова последний раз Я тоже думаю, что Харстом не поварить совсем Делал как-то так ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Прикольно, редисочку твит, я почитал этот, Харстон пишет, овощи для лузеров, типа. Мустарлас говорит, да, для тебя, братан. Да, день рождения Пушкиной Машки, вообще. Я не видел, как Паша там что-то взрывал, если честно. Вообще без понятия. Я забуду, что мне надо позвонить сейчас кое-куда. Блин. Подождите, ребят, сейчас наберу быстренько даже пару звонков сделать. Подождите. Спасибо. 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 Поехали. Ребят. Харстон ТО. Первая карта. Все. Теперь я точно буду с вами. И никуда не денусь. Никуда не денусь. Стрим из игры, конечно же. Поэтому смотрите, наслаждайтесь качеством. Смотрим. Подписывайтесь на кнопки. Смотрим из игры. Все равно. Не смотрю на то, что качество доступно. Потому что будут у вас значки в чатике. Будут смайлики и т.д. поддерживайте конечно же ребята. Вот. Начинается битва, вставят, знаете, ТВУ вынужден, точнее, поставить вторую на базу, на третью, снизу на граунде. Ну а Харс там что? Харс там делает стенку, видите, она полная здесь. Нет проход есть здесь около кибернетки, насколько я вижу. То есть может он и вниз сюда попадать, и, видимо, здесь раз-два гейта будет каким-то образом заказано. Наверное, вот так и вот так, вот один, и будет она закрыта в перспективе, эта стенка. Ну а что, кто будет играть, сейчас посмотрим. Посмотрел я на Али Гулаке, вообще как бы Харс там в целом за все время там фаворитом абсолютно получается числится. Но прикол в том, что так, ребята, ну уже солнце ушло за дом, и темно. Но прикол в том, что последний раз в ТВУ, и вообще он сейчас силен очень, Харс там на 3-0, убил на вот последних отборочных на Дримхак Валенсия. 3-0 это вот о чем-то говорит на самом деле. Ну вот здесь может уже Харсом быть и готов, например, не знаю. Посмотрим, сейчас все поймем, увидим. Так, 16 дронов ТВУ на Мэнни имеет, 8 на 2-й и 3-ю хату ставят. Сейчас, ну, кажется, Мониксус раскачивает с Оверу. Сбил Овера? Что себе, мне казалось, он сейчас уйдет. Нет, сбил сталкером Овера. Заказаны Глеба, прекрасно это видеть сейчас, того, что Глеба заказаны. И да, Гейт 1 и Гейт 2, все, стенка будет называется. Эти, скорость что-то делал? Отменил скорость? Да, отменил скорость собакам и закал Роуч Ворун, что самое интересное. Хорошо пробочка сейчас Харсом заблочил собакам. Говорит, не ходи, ее током побил, но ТВУ не сконтролил, не стал пробку атаковать. А мог бы ее и подгрызть. Так, на Мэнни второй гас, на второй бою 14 дронов уже. Треть хату наконец-то готова. Ну, Королевы 2, я сама... Опа! Это какой-то, как обычно, необы... Как обычно, необычный. Это какой-то необычный билд от ТВУ, ребят. Опять же, 6 Роучи заказано и делается закопка. То есть, это явная подстройка под Харсомовской вот этой вот Твайлайт, но... А что Твайлайт-то? А что Твайлайт-то? Робо делается. Робо делается, достаточно обсервировать, делайте. Все это будет отбито, по-моему, спокойно, абсолютно. Тем более, Мазеркур уже будет готов через несколько секунд. Привет, Саша, привет всем, ребята. Это жаль, что, я думаю, может, Блай сюда заинвайтит на этот Варди Инвитейшнл. Ну, нет, Блайа нету. Другие игроки... Но все равно интересность заключается, конечно же, в присутствии в игре. Мы уже корейцы мишечка поддостали, как бы. Хотя, у меня никогда такого уровня Старкрафт не достает. Хочется европейцев посмотреть, а все-таки европейцы-то здесь топовые бьются, как бы. И можно, можно посмотреть. Так, сталкер танкует. Харстом, что ты творишь? А, тупик, а? Ай-яй-яй, за окопку поперло. Здесь Тилова не успевает одного Роуча окопать. В это время адепты делают контр-рыв. И, между прочим, они на глефах уже. И у Тилова могут быть проблемы здесь очевидные. Роучи все новое и новое вперед идут. Как только Имморт будет готов, будет гораздо проще Харстому здесь отбиваться. Он вот уже готов. На кибернетке сейчас упадет, кстати говоря. Но нужно новую заказывать. Ну, а от Иммортала успевать Роучи копать очень чашка, потому что по 50 он выдает демиджер. Адепты на мэне уже 4 дрона минус нуля. Весь Харстом легкую отбился. Адепт всего 5 дронов. Это маловато, на самом деле, 5 дронов минус нуля. По боевому, конечно, ТЛУ в абсолютном плюсе лимита здесь. Но по качеству этого лимита, даже этим, вот, в 2 раза лимитом меньшим, Харстом может отбиться. Потому что здесь 6 над Роучи. Все, здесь Иммортал есть. Второй делает с Мазершепор. Сталкер из Сентря. Два пиона. Можно вывести Мазершепор. Здесь есть Уверчаж. Скоро 2 уже будет. Вот. А по экономике Харстом даже немножечко в плюсе. Так, видит он, что здесь бегает. Роучи-то без скорости, понимаете? У них бы хотя бы подземный мух там был, или что-нибудь вообще было бы. Так, Адепт там, вот, телепортируется. Пытается Иммортал от его минуснуть не, дружок, его от. Что не минуснуть, Адепта. Все, лимит уже ровный абсолютно. А здесь два Адепта приходят, просто иллюзии на вторую. Заходят там на третью. Ну, копаться-то закопается-то его рабочими. Ну, а толку-то? Ну, закопался-то, конечно, не добывают закопанные. В камень, в копание такой, в камень не могу, типа, надо отъехать. Отъехал, ГТО, да еще воролся, какие-какие камни. Сто-три, двинуешься, четыре, десять, сапу. Оверы на му летят. Нет, ребят, это не тот ТЛО, который 3-0 Харстом выиграл. В этом плане, европейский Старкрафт, это он непредсказуемая такая тема, на самом деле. Так. Европейцы, ну, это громко сказано. Есть европейцы, которые на уровне с корейцами играют, даже с самыми лучшими. Конечно, все равно они фавориты будут, скорее же, там, но есть игроки такие, ну, в целом ГАЙШ уровень там выше, очевидно, это. 109 Харстом, 121 ТВУ, Харстом еще Дарк Шрайн добавляет. Видите, с оверов пачки просто какие-то нереальные летают, тут. Спалил, что реводжеры сверху, кстати, еще не понял. Еще одного овера пытается заминутовать Харстом. Королева, вперед, ты тут, конечно, пошел-то, тупик-то, е-мая. Сейчас окружено все. Будет. Не, не окружено, кстати. Здорово, Золкин. Да варп идет кого? Адептов плюс Даркса. Зафаерболить просто призму ТВУ, блин, они еще не сделают. Так, да арки замечательно зашли здесь. Хорошие фаербулы пытаются кинуть ТВУ. Хорошие, но они не достают все равно. Это минус ТВУ, это 1-0 Харстом, ребят, это очевидно, абсолютно. Реводжеры падают, все падает, ГГр. Чушь какую-то отыграл ТВУ, не понял, что он хотел сделать. Спасибо тебе за стримы Они еще помогли не спать ночью Учить ПДД и сдать экзамен с ГАИ с первого раза Поздравляю тебя Просталость я За права Так С первого Лучше с первого Короче, ладно, шутки шутками Давайте смотреть Спасибо Спасибо Так, ну что, поехали Спасибо Ну что же, погнали, ребят После восьмого Давай, после восьмого Так после восьмого 1-0 Харстон На стриме Приходи, какой финиш Шестой финиш ЛКП Что за эмо Что это значит Не знаю Так Центральной России Не сдать без овла Что за чушь Если ты, блин, не хочешь Ничего там Сам делать То, конечно, не сдать Я не знаю Я не знаю Королева успешно создана. Так, ну что же, ребят, здесь два адепта уже встречают собак просто. Иллюзии пошли вперёд. Возвращается пробка, надо два разных лингов укуснуть. Да стреляй ты, ёбили, стреляй! Здесь пробка стоит, не путчат собаку. Она сейчас на мейн, очевидно, это да. И адепты пришли. С дома Старгейт, который сразу же его запалил. Ну, кажется, всё равно всё прекрасно. Здесь как бы не эксус первый и развиваться продолжает. Иллюзии. 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 Так, ну что же. Оракул, конечно же, у Харстома. Второй заказан. Третий не кто сделает. Лимит в плюсе в абсолютном. 44 еще рабочих на 6 больше. И БО больше. Все, короче, везде больше у Харстома. Тут ИЛГУ что-то. Или 9 дронов-то его устроят. Так, Оракул тут по крипу летает. Че он тут по крипу летает? Хрен я его знает вообще. Так, ну это хрень-то городишь, честно говоря, вообще. Зеленый, красный. Должны быть регистраторы какие-то, там, и т.д. Ну, ну, то есть, можно этого избежать. То есть, тут это, значит, личный момент. В среднем, я думаю, все нормально, как бы все сдают. И все нормально, как бы. У вас все, не все, конечно, кто-то из-за деньги. Опа. Карреры у нас... Эээ... Хэзарайфд. Скоро будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Какая. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, 8 гидралов, строится 6, уже есть, кажется ТЛО собрался пушить Харстому, вот ошибка Харстому, как мне кажется, ему бы 3 гейтов было бы, точнее сколько у него, 2 гейта, даже 2 может быть хватило бы, если б он, блин, заказал бы сейчас Глефа, Адептам, но Глеф никаких он не заказывал, это очень печально, так, кидается Ревелэйшн на всякий случай Харстому, пробивает там ТЛО, сейчас 3 фотонки будет, плюс еще один оверчаж, плюс Адепты с отделками, плюс 2 Оракула есть еще у Харстому, Так, не, ну пока Харстом все делает, друзья, как неплохо, зря он Гвардена шелдом не пользуется, мне кажется, единственное, вот его давит, ну очень жестко сейчас, ну Харстом слишком нагло, тут Карджер пришел выходить, без Глефа, все, что Оракула-то висят, помогите Оракула, хотя такое количество гидры, ты же там с двух залпов и будешь сбивать, но каждого, но все равно, Ну, Наконец-то улетают первые два каррера, но здесь королевы пришли. Смотрите, интерсепторы сбиваются постоянно, но есть новенькие, сейчас восстанавливаются, плюс еще два интерсептора. Так, потонка всего одна, до варфа просто не наблюдаю. Королева пытается минуснуть Харстом, интерсепторы кончаются, думаю, что здесь не втянуть Харстом уже. Все, потому что нет интерсепторов, нет потонок, нет ничего, чем отбиться. ГГ, он пишет, как же тыло круто давит. Реально круто он давит. Короче, разгорелась у вас там шляпа. Давайте, чтобы главное без перебора. Прыгнул в игру, ребят. Очень круто тыло удавил. И задавил в итоге. Так, ну тысячел уже 60 человек практически. Так. Продолжение следует... 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 Опять, ребятки, тыловончик играет через Оракула. В прошлый раз тыловок-то легко справился, извините, отвлекли тут меня чуть-чуть в интернете. Вот. Так, 50-56, корейте сейчас жалуюсь на боль, какую ещё боль корейте жалуюсь. Третий никс у фастома пошёл. Третий никс у Сава подержит. Вот и всё. В таком возрасте корейцев 20-23 городов там вообще, ну я не знаю. Чушь какая-то. Так, Оракула Моверов выпиливает. Ой, Феникса Моверов выпиливает нас с хастом. Третий никс стабильно занят, уже никаких пушей не намечается. Вижу, что 4 гейта пошло. Так, гейте. Пять. Ну это адепта пуш явный, как бы, от хастома. Особенно учитывая тот факт, что он не строит вообще рабочих, понятно, становится всё-таки полу-уйновый такой выход. Чему он приведёт, я не знаю, но адепт фаркет по чуть-чуть хастом там. Перворождённые, быстро! Перворождённые, быстро! Так, два Оракула плюс адепт. Пачка хорошая вперёд идёт. Здесь собаки пробегают. Что есть у ТЛО? 18 лингов и 18 строится. А Беллинг Нест у него... Ём, он без Беллинг Неста играет. Вот даёт. Что за чудо бил без Беллинг Неста вообще? Приходит адептов пачка. И ТЛО не получит водокачку, потому что он адептов этих не купит, не убьёт пачку этих адептов. Ничего с ними не сделает вообще. Без Беллингов тупо гидроид. Что за билд-то такой без Бейнов, блин? Так, СН3 успевает забрать сейчас Харстом в призму. Сейчас ещё до вард идёт ещё адептов. Короче, просто унизил здесь Харстом ТЛО, но ТЛО в этом плане... Да, и на такие билды чудо проскакивает, что прям непонятно как-то. Ну всё. Харстом 2-1 и Ютермал против Лейзера сейчас будет, ждём. Посмотрим, что там за игры будет, здесь всё ясно. Это всё. И? Да. Продолжение следует... 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 Рестрим на YouTube. Да я всё собираюсь канал создать, но как бы пока не до этого. Почему? Потому что... Потому что много рестримов, как бы, вы видите сами, что не всё на YouTube идёт. Три Барака Рипера от Ютермала. Ну, кстати, учитывая, как их используют сейчас этот билд корейцы, очень даже ожидаемо это от Ютермала. Почему? Да потому что он... Бьян это корейский, получается, основатель этого билда. Я думаю, что основатель это корейский главный пользователь этого билда, и он его продвинул. А Ютермал в Европе даже, мне кажется, может раньше, чем я начал всё это дело отыгрывать, и... Законодателем мод он был, Масс Рипер. Вообще, в Европе тиранов крутых сейчас не так уж много. Ютермал один из них. Риперы строятся. Орбиталка делается. Два газа уже и Ютермала. Ну, опять же, здесь позиция такая, что при стройке будут на внешнюю сторону выходить. Лаборатории впоследствии, которые понадобятся в ближайшем будущем, да, как бы? Ну, а чё тут поделаешь? Такова позиция здесь у Ютермала. Вообще, Рипером он очень нехорошо всё делал. Ну, и без стрим-то можно вырубать, но на самом деле Ютуб как-то надо будет создать, я думаю. Я думаю, что все, кто смотрит Старкрафт, как бы, я думаю, что не много людей, уникальных, как бы, зрителей, которые смотрят Старкрафт только на Ютубе. Я думаю, что они и твич мониторят, и геймгагу, и т.д. вообще. Ну, наверняка, говорят, там своя аудитория постоянно там тусующаяся есть. Это очевидно. ЦЦ-щика делается у Ютермала. Ну, лейдер мастит лингов очень-очень много. Королев пытается уконтролить, пытается реперов окружать. Гранатчики отбегают, сейчас уклоняются от них очень неплохо. Так, сейчас собак бежит к самому Ютермалу. И что же в итоге? В итоге здесь реперы остались, а... Ну, и здесь реперы остались. На этот турнир какой подарок? Здесь четыре человека. Название ты что, читать не умеешь? Варди Инвитейшнл. Ну, это турнир от Варди. В описании он написал, что... Так как сегодня день свободный, а от оба Старкрафта нет, вот он и решил запилить такой турик интересный. Такие вот дела. Чтобы было не скучно сегодняшним вечером. Я считаю, идея хорошая. Тем более, как бы, тоже делать мне особо нечего. Сегодня я говорил, что в Маше день рождения еще не четыре годика исполнить. Ну, сегодня ничего не будет происходить, поэтому... На выходных там... Какого-то праздного нести. Опа! Реактор Ютермал изгрызал Эйдер. Ну, да плохо, он их сгрызть не сможет. Ну, а Стимпак заказал Ютермал там уже внутри. Ну, вот в это время реперы что-то мэн-то летают парасить. Ну, вот. Ну, а завтра реперы с Машей пидеть будут. Возможно, начало ГСЛ завтра с ней будет. Почему? Потому что... Ну, Даша только... Только как раз к половине самая ранняя приедет с работы, как бы, вот. К половине двенадцатого, а... Это значит, что я с Чарликом и Смашей пойду и дома сюда, а на шнутри мы там и тд и тд. Супер эффективный. Размен сейчас от Ютермала идет. Великолепно реперами. Законтролил просто. Угорел и лейзер и вышел из игры. Вот такие вот дела, ребят. Что-то ее термалунизил. По-моему. Так, на Ютуб смотреть уме. Ну, вообще-то записи все я выкладываю. И рестримов, и прямых стримов на Ютуб, либо на ГГПлеере. Так что... Надо просто смотреть. Получается. Вот так само. Ты же какая-то смартфон. Простойת. Продолжение следует... 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 и муткий грейд, и 2-2, но покатух нет ключевого апгрейда для борьбы сбива, заметил лейзер молодец, что заметил так, овер падает, крип вычищен, здесь был ее термалом 140-148, по лимиту ситуация у нас в итоге есть ревенс, благодаря которому крип вообще ее термал активно начал чистить в это время в тылу контр-врыв идет мариков, прирост который отбился от основной группы получается ну крип минут 0 ее термал, но здесь прирост зато потерял свой и по-любому сейчас и лейзер дождется бейлингов, покатушек 2-2 будет у него грейды муталис так уже один из штук сейчас будет, четвертый, правда на четвертый газ почему не добывает и термал не понимаю, ой, лейзер, простите, и какую дальше базу он ставить будет, тоже мне непонятно то ли золото, то ли не золото, 9 секунд до покатуха так, здесь термал камни пробивает, и лейзер видит это прекрасно сверху копаются минки, здесь группа снизу юнитов забрал этих забрал холбатов, забрал часть мариков, дальше не полез, а лейзер хайв делает он при этом все, у термал продолжает попытки давить, но меньше лимита боевого 2-2 конечно будет, сплит конечно у термала присутствует в принципе контроль у него не был славой стороной никогда но чудо сплитов с другой стороны я тоже от него не видел больше его контроля крут, крут чем рипер харассом каким-то там, ну вот атаками грамотными, мариков с дропами это нужно так, мутка в тылу пытается отрабатывать не дает, старается лейзер не дать приросту соединиться здесь у нас 5 мин, здесь у нас 40 юма моя, тор плюс маленький мутка через все это дело летит что ж ты делаешь-то? прирост сразу и термал подводит сюда как только лейзер мутку увел там из тыла ну боевой лимит, кстати, так у термалки боевой бой пытаются скатиться бейна на крипе королевы тоже участвуют в битве еще бойлинги пошли вперед минки делают зал хороший зал, кстати минки делают, тор падает номер один, номер два тора спасает ютермал еле-еле а лейзер тем временем 5-ю базу занимает она уже почти готова вот где оверсир? скорости оверсиром не сделано просто подведи сюда оверсира минки взорви нафиг и все как бы нет, лейзер что-то летает а ютермал он как бы просто в этой позиции и уходить отсюда не собирается просто дерется и все минки вон бомбят нормально, уже лимит снизился сейчас и лейзера меньше стал но и лейзер умудряется найти сейчас ресурсы, чтобы заказать первого ультралиска даже все себе, прям молодец лейзер, бейлинги и линги идут вперед стабильная часть юнитов забирают и термалов главное, чтобы постоянно в запасе ой-ой-ой, какая минка замечательная сейчас зашла есть торчик он что, дохлый, где-то сзади ютермала контролил этот живой тор продолжает давить ресурсов, кстати, ютермала много и лейзер понимает, что базу тяжеловато будет спасти отводит все назад здесь минки делают залпы неплохие куда и лейзер собаками-то голыми побежал ноль бейлингов вообще в миксе полетел сами одними с другой стороны здесь есть мут который одного подгрызает лейзера второго подгрызть не получается мута вся потеряна уже для этой битвы и для лейзера но зато вышли ультралы и лимитов больше и сейчас попытка забежать там тура минус 0 видит гейминг находится и хорошо лейзер дотерпел до ультры и ютермал сразу даже без борьбы ГГ пишет 1-1 третью карту нам надо так, а что у меня с лицом что у меня с лицом не так я чуть не понял для этого я не знаю что я не знаю с лицом не так и я люблю и я не знаю вы что вы Продолжение следует... 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 Завтра Джессал, наверное, видимо, с Машей начну. Так, ну, чермал говорит с Харстом. Ничего себе. Я даже не знаю, мне кажется, что это как-то... Как-то хз, потому что, мне кажется, с Харстом он из Голландии тоже. И он, мне кажется, с Ютермалом, в принципе, нормально сыграть может. Последний раз он все выиграл у Ютермала, при этом, что самое интересное. Так, пошел инвайт, еще тупо режу здесь. Лазер абсолютный, говорит, СТЛО. 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 Буду ли я посматривать Эпицентр Дота 2? Думаю, что, скорее всего, нет. Почему? Потому что времени сейчас нет совсем. Плюс я очень много сейчас... Так, очень много. Ездил несколько раз. И еще поеду в июле на Макс. А эта неделя у меня не будет практически. В августе на армию России, скорее всего. Может быть, еще куда-то там поедем вместе с семьей. Не знаю. Ну, далеко вроде не планируется. Поэтому, вот, поэтому, скажу честно, как бы, надо стримить побольше сейчас, потому что и финансы нужны, как бы, да и чтоб люди не отпыкали. СТЛО. СТЛО. ЭКСТРИМ ТЕРРОР ЭКСТРИМ ТЕРРОР ВРЕМЯ МОСКОВСКАЯ В КОВИ ШИРОТА НЕ МОСКОВСКАЯ ПОЕХАЛИ, РЕБЯТ, КАРТА МЮТЕРМАЛ ПЕРВАЯ КАРТА Сложно мне сказать, кто здесь фаворит прямо откровенный. Ну, я думаю, что, понятно, во второй паре лейзер он в последнее время тащит. Ну, вот сегодня проиграл, например, ДТЛО и ЗВЗ, может играть турнир, тем более, такой, не за большое количество денег, явно, и тут, может, всяк, все, что угодно будет. ПЕРВАЯ КАРТА ПЕРВАЯ КАРТА ПЕРВАЯ КАРТА ПЕРВАЯ КАРТА Так, ну здесь пилон едет с некой кибернетчика стандартная абсолютно. У Харстома без разведки, да, без, а нет, не с разведки, а с прокси и с торгейтом похоже. Ну или с чем-то прокси явным, да? Или прок так хитро едет вперед, не понимаю пока что происходит здесь вообще. Подождал немножечко Харстом, а, ну он подождал пока рипер улетит и решил проверить что же здесь происходит и отвлечь рипера пилоном, я так понимаю. А что мешает просто взять и поставить пилон, чтобы Харстом испугался. Улетел, например, рипером назад, но, простите, Ветермал испугался, конечно, Харстому, Харстому нечего испугаться. Старгейт спалил Ютермал, это все, что нужно ему, в принципе. Здесь пробка у нас спускается вниз, и рипер улетает. Ну что, адептам проверяет, нет ли рипера сбоку? Телепортирует сюда, на основное направление, где ребенок запрыгнуть, и дома строит Саракул. Можно было в прокси его заказать, конечно, и только... Эти, а пробка где вот, которая... Эта пробка умудрилась еще вернуться. У нас пробка-путешественница просто какая-то, я не знаю. Так, опять залетает рипер, пытается рабочего хоть одного забрать. И хоть одного-то и забирает сейчас Ютермал. А Харстом летит на мейн, Оракулом. Ну, здесь викинг прям висит. Оракула предупреждает двумя ударами в корпус просто ракет своих. И Оракулы взлетают назад. Есть третья цеха, Старфорд. Вась, Тимпага нет, ничего нет. Так, и ты, Твайлайт, Фаржа пошли. Три Феникса и Оракул есть у Харстона сейчас. Что же он будет ими делать, пока непонятно. Да и Тинейк тут готов, можно и нужно всю рабочую перевести часть бы. Ну, здесь под газ, видимо, рабочие оставлены. Так, на Амане Минка тут есть, я вижу. Оракул, а где Ракул вообще летает? В Оракул где-то вдалеке летал. Видимо, дропы ждал Харстом, но никаких дропов нет от Ютермала и не планируется. Тимпаг достаточно поздний, зато 30 цехи есть. Ну, это значит, что Харстом сможет развить третий Никто спокойно абсолютно и выйти в то, что ему нужно далее. Ну, пока что он выходит в Глев и Адептонсе, то, ну, по Улскулу играет, получается. Сейчас очень часто просто играет через Чарж какой-нибудь, там, Штормов и Сархонов, да, а не через Адепта, Глев и Фениксов и выход там в Колоссов, и то даже некоторые выхода не делает, просто улынет, получается, с этими Феникс и Адептами прессуют. С трех баз там 8-10 гейтов. Гиты начали добавляться, да, потому что... С трех сейчас явно глава за гейтов. Смотреть, что у нас громоздится на одном, блин, пилоне. Прилетает третья цеха, туретка там под нее. Все стандартно, просто ничем помешать не может я. Грэйдэс двух инженер, кстати, уже и термал делает, что самое главное. Харстом пролетел, три КСМ-ки заминусовал. Так, ведь что-то пробки перестали строиться, я вижу. Ну, сейчас тут только начали они строиться. Я вижу три гейта плюс, но никак не пять, значит, это не восемь гейтов в ближайшее время будет, значит, не будет Харстом никаких тут улыновых или полуулыновых даже прессингов делать. Он будет развиваться далее. Не ходить в робо, возможно, в колоссов. Я вижу, вторую фаржу добавляет Харстом, что в ней будет заказано. В этой самое главное, что будет заказано, и там и понятно будет про ту фаржу. Еще двух мальков поймал на халяву. Ну, по лимиту в плюсе, чуть по экономике в плюсе. Фаржа не работает, первая. Харстом что-то втыкает. 2-1 будет заказано, грейдет. Понятно, что 2-1 теперь. Здесь броня сначала заказалась. Рубо, и надо фаржу вторую запускать там, а так вторую делать. Так, тут 3 минки есть, кстати, можно кинуть ревелэйш на халяву, срезать было его. Но там марики прикрывают, нужно энергией 50 потратить и ничего не сделать. Поэтому Харстом и не спешил там ничего делать. Так, робо-бэй делается, вторая фаржа без действий в это время. Так, оракул был задемоджен, но не погиб. Пора свет включить, ребят, сейчас быстренько. Давай, удиви меня! Ложись! 2 на новенького! Брось с дороги! Пошло, поехало! Да! Так, ну, пару фениксов минус здесь было, и только что сделано. Ошибка, конечно, от Харстома залез под ютермала юнитов. Сейчас, наконец-то, вторая фаржа заработала. И бустится она. Нужно... Так, второго робо, робо нужно буст уже. Грейт на колоссом, дальность даже не заказана. Хотя у Харстома 7 соток газа есть. И на колоссов есть все. И на буст есть, короче, здесь ресурсы. Но Харстом бустит сейчас фаржи. С другой стороны, если ю... Так, минус ли феникс, короче, вообще что-то Харстом вытупил. Оракул остался, один феникс. С одной стороны, да, колоссы и... Дальность с колоссом будет поздней, но... Ютермал сверх пассивен здесь. И это значит, что можно спокойно абсолютно сбутить дрейдер на перспективу. Это дат плюс. Но в ближайшее время, вот если бы Ютермал проатаковал, колоссы были без дальности, можно было бы затерпеть. Тут летят дропы, которые прекрасно видят тройной дроп адепт. Там еще резервирование по разведке в виде пилонов было. В любом случае он спарил бы эти дропы. Адепт минус. Ютермал разгрузился, что он будет делать? Ну, два направления сейчас двигаются. И здесь тоже адепт. Надо разделить армию на две части сейчас с Харстом, очевидно, да? Ну, он в СФС, по-моему, побежал. Так, нет, часть все-таки оставил здесь сталкеров. Ютермал приходит, камни, может быть, пробьет, не знаю. Сканит Ютермал и что? Забегает бил, сейчас феникс минут моментально. Заходит на труба от колодств просто нам, и до свидания колодств. Ну, прирост здесь, да, варф нормально держал. В это время к четвертой Харстом выход делает, а вот здесь Ютермал позицию... Ютермал, прости, делает выход, а здесь Харстом позицию потерял как раз-таки. Неплохо, от минок увернулся Харстом. Здесь тоже увернулся, но с флэшем прилетело по другим сталкерам. Здесь минус выход весь будет. Ну, 13-то пробок уже погибло, и здесь, кстати, Харстом месяца с Ютермаловыходом. Все, медиваг сбит, все убито. Нужно восстановить рабочих на этой базе. Здесь все нормально, все вроде забрито было. Так, колодств пошел, марика не имеет вообще. Мами на кривелэйшн кинул сейчас, не плохо. Исправляет с ними Харстом. Поле имеют в плюсе, а нем тут четвертый живой. Ну, Ютермал, кстати, четвертая баз добывается, он просто как зерк, что-то пятую-шестую ставят вообще в наглую. И так, здесь медиваги пойманы были, кстати. Это многовато здесь, по-моему, Ютермала. Колодств пытаются забрать. Один забрал, второй забрал. Но Харстом зато тут Билл повыгревал. Надо забрать медивагов несколько штучек. В это время Харстом в другом направлении тоже Ютермала пробревает. Лимита больше. И вот здесь медивагов насбивал. Ё-моё, тут медивагов наминусовал. Это очень плохо для тирана. Сколько у Ютермалов? Три медивага, ноль викингов. Ковосов в миксе. Два колосов, правда, мало колосов в миксе. Не, ну я понимаю, Харстома очень большой соблазн пойти сейчас в атаку. Но призма я здесь не наблюдаю. И армия-то на две части разделена. Ютермал уже понимает, что он, вовсе, не может драться. Вразмен, что ли, уже пошел. Да, уже прошел вразмен, и это бред. Он только со своей базы вышел, когда его убивают. Уже унижают здесь Харстом. Но это чушь вообще какая-то. Сталкеров, правда, Харстом по пускам сливает. Почему-то очень нелепо как-то. Не надо так быть, таким неаккуратным быть. Адепты заходят на третью базу. Сейчас они тут устроят разборки. Это вам уже не сталкеры. И, конечно же, адепты здесь решат. 124, 182. Дарки есть. Вот надо статсовские делать фишки. Блин, в такой ситуации, чтобы можно было подсканов увернуться. Дарками отойди, Ютермал. Что ты... Простите, Харстом по Ютермалу что-то делаешь. Сейчас здесь два агрчажа. Тайм варп хороший. Сзади приходят сталкеры, которые до колоссов врываются в бой. Бил очень много у Ютермала здесь. Колоссы ворвались. Но что-то тут много слишком мародера-мариков. И... Не, ну сталкеры с колоссами разбирают. Конечно. Грейды есть. У Харстома все есть. Здесь адепты третьего просто унизили. Бараки падают. Все падает. Да, есть прирост. Но добыча как-то минимум. Давайте посмотрим инкам. Да, в два раза меньше Ютермала добыча. Адепт пытается уйти. Минки тут как хлопушки хлопают. Жестко. Адепты вышли отсюда. Здесь везде планетарки уже, посмотрите. Пару адептов заблочить бы добычу было бы неплохо. Харстом делает очередной выход. Где призма? Вот она, призма. Но ни в коем случае не надо сливать сейчас эту призму. Так, видит ЦЦ в Харстом. Кстати говоря, одного адепта повел на нее. Там два мула, кстати, в этой ЦЦ сидит. А в это время опять с колоссами выход идет. И Харстом больше по лимиту. Но Ютермала, между прочим, 3-3. Апгрейды это очень жесткие апгрейды. Так, ставить на ловушечку минутну. Харстом и Ютермал. Но Харстом расхарасил везде и все. Здесь КСМки падают. Здесь тоже падают. Если я чуть не понимаю. Ох, как больно делать. Если не понимаю. Так, двойной дробь наблюдается. Здесь дарки очень хорошо помогают от этого дропа. Дарки всегда от дропа помогают. Тем рекомендовал я всегда дарков использовать. Почему? Ну, сканов может не хватить. На все направления это первое. Во-вторых, нужно еще в плане контроля просканить. Видеть, куда сканить. И успеть это сделать. Руку, чтобы хватило, что называется. На Мэни Харстом и Минусу. Уминтермала это... Это 1-0. Потери, кстати, вообще равные практически в этой игре были. Обратите внимание. Вот сейчас, наверное, у Харстом по потерям ситуация в плюс выйдет. Да, если он больше начал терять. А вот сейчас он вреднит. Тут и, может быть, даже по потерям в плюсе будет. Да, смотрите-ка, Харстом больше в этой игре потерял. Но выиграл. Причем в конце тут хламешка какая-то происходит. Лимита больше, там в разы всего больше. Ну, и Фермал пытается что-то сделать. Ну, тут уже... Тут уже навряд-то что-то выйдет. Да, еще один появляется. Попытка выпилить призму удачная. Попытка вполне. Есть скан. Можно из рейнджа скана было бы уйти. Как-то странно. Вроде Ютермалы нормально все делают. Ну, блин, бас что-то настроил. Ничего не защищено. Расшатали, убили. Влог тоже ничего не смог сделать. Короче, странная какая-то игра со стороны Ютермала получилась. Не видно сразу, что какой-то не корейский он тиран не так живуч. Дробь 4 минивака летит от Ютермала вперед. Харстом 1 сбивает, просто минус 10 лимита. И так скудный лимит, но тут совсем печально. Тут обычно Ютермал включил, потому что у него здесь просто мулов накид на 6 штук, по-моему. Да. Так, там еще один милар. Югэй, Ютермал сразу же пишет. Все за контроль вообще. Наглухо. Ну что ты? Шерстяной засел. Как стул у меня. Все, ты со мной пойдешь домой. Будем? Вторую-третью карту вардисплашивает. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Так, секунду, пацаны, ждем ЗВЗ, сейчас я вернусь. Продолжение следует... 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 так что-то опять не озвучивается поддержка неизвестный поддержал ваш канал на 150 рублей сообщает танюша супчик божественный танюш какой я хочу но пасибо всем за поддержался короче спасибо всем ребят очень приятно сегодня поддерживали и машу с днем рождения поздравляли всем спасибо за это спасибо Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну фиолетовая обозначаться ты можешь как бы писать просто и тяжело уследить, как каналов много. Можешь писать кому-то в личку, а можешь писать на канал и думать, что ты писал туда, куда нужно, а в итоге не туда, куда нужно. Ну короче, шляпа какая-то. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, это Варди перезаходит. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Налей еще тарелочку. Танюш, налей человеку тарелочку. Ты еще в чем дело? Добавка просить не грех, как говорится. Так, а что у нас тут вообще? Перенести сюда. Короче, спасибо всем еще раз. Ну что, поехали. Лейзер ТЛО у нас. Сложно мне реально сказать, кто здесь победит. Ну и кажется, Лейзер может это сделать. ЗВЗ у него последнее время в порядке. Так, по микрофону, кстати, кто там бомбило у многих. Одного я даже дятла выпилил полностью. Микрофон Илюха завтра, наверное, заберет. По крайней мере, он говорил, что завтра скорее всего сможет. Не факт, на этой неделе точно не пошлет сюда. То есть я надеюсь, что... Я не знаю, сколько там он будет идти, но какого-нибудь быстрой почты. Я думаю, недолго он пойдет. Я надеюсь, на следующей неделе уже, короче, микрофон будет функционировать старый. Короче, вычинили его вот так вот. А то с вебки, конечно, качество так себе, но оценим потом, что будет. Скажите мне разницу. А то вот когда он стабильно, ну, был этот микрофон, как его, ну, никто не оценивал. Ну, как его он исчез, как бы всем понятно стало, что это так себе. Вот так вот было замечательно. Так, ну что, элэзер идет под пушем сюда. Безгазовый пул первый получается. Его решил, что ни в коем случае хату здесь отдавать не стоит. Собаки набегают здесь активно дронов, демоджат элэзер. Вот эти протянул время ТЛО, прекрасно, что тут и говорить. Просто прекрасно. Хату точно элэзеру здесь не хотят. 12 собак на 4, пока 6, да не, я думаю, элэзер здесь не сможет хату отменить. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы он сейчас сгрызывает детей вот. Хотя вот сейчас собак становится реально много у элэзера. Он грамотно сконтролил. Здесь еще 4 линга. Блин, ну они протянут время, сейчас выпрыгнет королева. Плюс дроны здесь помогают очень сильно. У элэзера, правда, тоже хата готова. Ой, хорошо ТЛО через минерал Вог, ну, дроном взял. Прошел сквозь собакой лейзера в этот минерал, направив рабочих. И потом послал их через Аквик и рассек группу собак лейзерскую напополам. То есть часть из них не ушла, а лейзер уже вынужден назад двигать. Но за то время, пока он прессовал, несмотря на то, что хату не отменил, только за демон жил до 400 плюс хп ее. Несмотря на это, лейзер успел уже дронов заранее начать добавлять. И в итоге он в плюсе небольшом. Но у него нет скорости, нет технологии вообще. Не хватает недок на этом микрофоне. Главное, чтобы днищ поменьше было в Старкрафте на стриме. По уровню игры. А так, микрофон игры скоро будет функционировать микрофон. 3,900 его починка стоила. Не знаю, сколько пересылка будет стоить. Нормально, мне хочется, чтобы побыстрее все это было. Я думаю, что там трюх-то мы разберемся, понятное дело. Как бы уже деньги пофиг. Я уж хочу с корейщиком сюда приехал. Вот. Надо еще думать, какие... Какие смайликов бы 5 придумать, бы новых бы еще. У кого есть какие-то идеи будут, пишите в личку на Гудгейме. Может, что-то интересное будет, как бы. А там уже будем реализовывать, пробовать. Потому что я, честно говоря, не знаю, что еще нужно за смайлики здесь. Которые действительно были бы какие-то... В тему, как бы, что-то они означали бы, были прикольными, не знаю. Спарк 3.39, ребят, пользуя лейзера. Это по рабочим сейчас была ситуация. По основному лимиту, на один лимит. Он, видите, кочевровень, можно сказать, во всем параметрам. А тут сейчас лейер... Лейер разница там 4-5 секунд. Ну, у ТЛО чуть раньше третья база. ТЛО заказывает еще дронов, и лейзер уже роучи начался темасить. Так, вот и собаки побежали. Вот горный скорость. Ну, убил собак, не увидит ТЛО точно, что там именно роучи добавляются и лейзером. Ну, вот я боюсь, что сейчас как раз на 6 дронов ТЛО больше он получит небольшой прирост инкама. Преимущество у него будет по этому параметру по добыче минералов. И если, допустим, лейзер захочет проатаковать, то ТЛО с заказом отобьется достаточно легко. 56-42, вот это уже ситуация может быть критическая. Так, а очи сюда идут. Ну, тут пришел лейзер, то есть это как бы такой выход фейковый, не фейковый. Стандартный выход с отходом назад для того, чтобы оппонент рабочих не масил, там, боеводами строил. Ну, тут ты его и так, по-моему, собирался боевым настроить. Ну, и лейзер тем не менее вперед мучкой выходит. Здорово, Юр, это ты, видимо, потому что явно это не Яна. Как в аккаунте написано. Я не знаю еще там, короче, как человек из Москвы будет посылать там уже, что удобнее ему лежит к дому, будет, так, пошлет. Ну, почты сейчас много всяких. Главное, быстрота и сохранность данной ситуации, потому что вещь все-таки такая, которого надо аккуратно вести. Ну, что, пошла дуэль, вообще-то на ровущей ревенжерах, фаерболах, абсолютно пока равные лимиты, все вообще вровень здесь. Меня отмечка беспокоит, потому что такие игры за ВЗ могут затягиваться там не до бесконечности, конечно, надолго. О, минус оверсиро лейзеру. Так, сетка в описании канала есть и на восклицательный знак в правом верхнем углу. В щятике жмешь, там сетка написана, и там ссылка есть. Торст Тейнт переподписан 18 месяцев. Спасибо, Торст Тейнт ТВ. Так. Ну, батл-круздором ты не будешь, на полтора года очьет нет. Но как минимум архончик. Так, ТВ прессуют и лейзера, фаерболы падают. Но лейзер здесь готов, и лейзер здесь отбивается. 60-60 права, вообще прям очень ровно все попотерям как. Мы попотерям лейзер на пятишку больше, на 500 сейчас. Ну, в принципе, в такой игре, когда равные лимиты, это ничего не значит. То есть это все может поменяться в перспективе. Тем более лейзер опережает стабильно по лимиту. Что самое интересное, ты его пытайся тут в овера попасть. Давай, рассчитай, попадим. Лейзер его просто на патруль поставил. Реводжер пришел, там реп учил встать, блин. Когда кидать-то на этой амплитуде, ну, на этом патруле. Как маятник туда-сюда. Надо рассчитать. Ну, и кидаюсь по центру, если можно смело кидать по центру, у кого он на одной стороне, и сейчас примерно получится самим такое. Так. Прессует ТЛО. Лейзеры, главное, больше по лимиту, а прессует ТЛО. Так. Так. Броня у лейзера делается. Аверс говорит, не открывай, что-то там по револьверу соскучился. Не открыть тебя. Так. Туда-сюда беготня идет. Здесь хорошая заползаловка пошла. Ну, е-мое, здесь камни. А что здесь камни? Руч начинает камни эти пробивать. Лейзер сюда скрытно пришел. Ну, здесь-то вся операция спалилась в итоге. В это время лейзер идет на четвертую базу ТЛО отменять. Ну, четвертая есть не добывается. Она вообще... Королева-то куда приперлась? Ё-моё, хоть за королеву поделись. Нет, пацаны не джентльмены. За королеву не дерутся. Я больше за... Мы не пацаны, мы роучи, мы тараканы. Они говорят. Так, фаерболе ТЛС Рубхат пытается забрать. Но пока достаточно интересно он действует. Здесь ТЛО поймал в хорошей позиции. Вроде как-то отогнал. Здесь бьется. 22 роучи заказаны. Сейчас там 16. Броня и лейзеры чуть раньше. Ну, так, фаербол один по трем оверам зашел. Ну, соответственно, было бы 4. Минус 3 овера было бы сейчас. 3 овера за раз. Это минус 300 минералов. Да и соплей блок можно получить. Ну, возможно, там оверов с запасом. 20 оверов. Это сколько вообще лимита? Это... 160 лимита получается. Плюс хат. Сколько-то там есть. Сколько? 3, 4. 4 хата там и там. 4, про 6, 24. Погодите. Ну да, 2, 4. Даже 1 овера сбить получается соплей блок. Если я все правильно считаю. Для Архонда там был туклый же. Так, у меня. Так. Доведет лейзер вперед. Что-то я нажал, что у меня, короче, все приблизилось. Не, понятно, нажал. У меня было отдалено. Я просто приблизил. Потом сам. Лейзера больше лимита. Лейзер 4 убивает. И, посмотрите, разводка пошла. Рейлайджеры уходят. Какой контроль интересный. За полстут рейлайджерами. Ну, в тыл. ТЛО сам срывается вперед. Но рейлайзер достаточно отбится. И что нормально будет. Туда-сюда бегает. Особенность карты. Жмешь назад. Часть юнитов. Кратюзо идут сюда. Хотят оббежать. А часть назад бегут. Нас вручную контролить. В это время лейзерами, но стоит на третьей базе ТЛО. Работчик и все-все-все. А ТЛО здесь не сможет продавить. Это по лимиту видно. Боевого бойферда и вообще 150 на 95. Здесь все понятно уже, ребята. Потери в конце. Ну, тут понятно, ТЛО уже по потерям, конечно. Отстает. Смотри, там с лишним тысячи. ГГ. Смотри, там с лишним тысячи. 529 АПМ. Зажимает он кнопки. Так, если кому интересно иконку в чатике иметь. Вот. Какую-нибудь интересную. До какого-нибудь вообще. Больше одного месяца. Можно сразу полгода на прем подписываться. Там, тем более, сейчас за раз можно сделать полгода. У вас прем будет, крыло и иконка. Это, соответственно, истрик. Смотри. Это. Продолжение следует... 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 там как про торг ребенка куда там пойдем так вот вы лазер смотрите ох дронов вкусно покутил 7 один были накатился и сразу 7 дронов минус при этом 105 на 78 по лимиту и лазер обратите внимание делает ручку шостки 15 ручки заказано вот его там скорость ручьем а вы лазер и даже не заказано почему не заказанного есть странно как это все вообще с поземному неужели 100 так решает наверно лазер затупил поэтому не заказал просто так ручьи будут выход делать но должны они выход делать но когда там пенопласт кто-то трех на улице что за хрень волосипедом чуть-чуть велик обматывает можно уж подумал колбасу в колеса вставляет полкула но нет колбасу сейчас колеса не вставляют 160 123 лазера чуть не не в два раза больше боевого лимита у него же вторая атака делается а вот и ло просто сейчас подземный мув доделается он будет заползать туда и сюда кстати спорок нигде его лазера нету это очень плохо для него потому что может заползание ты сейчас на славу пройти опыту проходит мил видела из-за ручи прекрасно сразу морфит у вертира и там и там и понимает что сейчас будет заползон происходить стопроцентный скорость оверсиром делает его пришел на вторую базу и лазер понимает что где-то здесь чертовы роучи есть неужели он думает что они еще не успели заползти они уже успели заползти дружочек так еще что сказать слово минуснуть кстати успеет минуснуть минуснуть успеет но роучи будут уничтожены это на мэйне роучи лазер выбивает второй выбивает блин молодец лазер все понял кто отбил вот ну а так только нтвс там подписывать нормально просто сейчас для этого все и велич потом сразу на полгода подписку как бы наличные там и т.д. там и т.д. ну что удобнее было не знаю ну там тем кому спишется что-то автоматом как бы напишут на саппортом вернут там все с них не устроить что-то вот и все 166 200 по лимиту лазер идет вперед здесь у ее четыре инфестора у тлошник это здесь это опасно заходит и лазер с одной стороны ты ломикозом и лазера попал а с другой лазер просто унизил заводить баг в третью хата падает кстати у самого элэзера подземный мув появляется и закопка также вот его детей северфер файервола неплохо заходит то есть 367 а четвертую то видит элэзер и четвертый то минус не че тупица так три реводжера делаются нахрен они тут делают что не знаю так четвертую как целые на минуте есть заползание ютка 2 вас здесь очень много того короче гг пишет то вы идет отдыхать и лазер идет биться против того правильно против ю термала а так у вас в покрышке но у нас просто в спице вставляли помню дворе что за колбасу ты не знаешь колбасу спицы велик в покрышке ты вообще-то я-то обычно ее жёг и капал по пенопласту ее жгешь она как к ворону капает и в пенопласте к воронке получаются ну как-то раз я себе на руку на фью-фью-фью вы просто очень долго орал там выше больно полуопупевший опять-то со своими тупыми ник мемами тебя писька то есть вообще что-то там о чем ты говоришь очень турстин поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает спасибо за стримы браток а общая запятая общая запятая общая точка не знаю что за хрень спасибо тебе тоже стейн большой вот мог бы на полгода зарядить прямо с был бы с батлом хотя уже смотри сам на те это или нет все рано или поздно до него дойдет новых слотов все пока нет но я надеюсь скоро сделаю вот и будет ок тогда надо чтобы короче что-то 4 человек проблю на чтобы больше большой поддержки было чтоб отодвигались все отучит место много занимают спасибо еще раз всем а Продолжение следует... 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 Спасибо, пацаны, всем за приемщики, за все дела. Все, не так конкретно стримлю, не зря конкретно стримлюсь. Сегодня уже играл лазер с ютермалом и, между прочим, ютермал отправил лазера в лузера. Сейчас же может произойти по-другому все, вот, наоборот, то бишь. Но я не знаю, на самом деле, произойдет наоборот или нет. Посмотрим. Вообще, как бы... Вообще, как бы, если ютермал выиграет, то-то ютермал харстом будет в финал, получается, да, харстом тоже в финале. И харстому нужно две карты его взять, а ютермал у три-то. Ну, короче, побейте. Я вообще, честно говоря, больше за лазера здесь затопил бы, наверное, почему-то, потому что... Нахрен, короче, как-то ютермал так с харстом он отыграл слабенько, по-моему. Ну-то, я думаю, что лазер бы харстом было бы интересное, а пвз бы в финале. Так. Первого рипера видит лазер, он не понимает, кстати, что происходит пока сейчас, видимо. А, это второй уже, это третий, погодите, это второй рипер, о чем я говорю, он все уже понимает. Он ставит сейчас пушку, санку, сейчас санку-плетку, не знаю, фермер как правило санка. В этом плетка. Ну, боже, санка это плеточная колония, там или как она была. Вот. Просто здесь варианты русские или ССВ, это КСМ. Там ССВ. Все, перекапывается пушка. Да я помню орандыч, конечно. На СК-2ТВ я помню. Как-то перед Новым годом твой макподдержос мощнейший. Спасибо тебе огромное. На самом деле, так-то память пока еще работает, еще вроде не слишком стар. Крептом вот сделает лейзер и строит главная дронов, кстати. И что, не боится, что пушку... Хотя вот сейчас, вот реально, ребят, раньше, когда 7 секунд были гранатки, КД шли за 7 секунд, ими можно было пушки ушатывать масс-риперами, просто в легкую. Прилетел, гранат накидал туда, и все прекрасно. Вот, сейчас же К-14 уже так не покидаюсь, но нету трансфюзового лейзера. Что он творит-то нахрен так перекапывает-то? Сейчас, блин, за пару залпов может Ютермал забрать эту пушку просто, и все. 50 энергий, ну же... Да ты что-то не... Так, трансфюз, где ты? 5 секунд. Остается... Тащи 5 энергий, сука, там 1 в секунду реген... Ну да, 1 в секунду регенец, трансфюзик давай! Пошел трансфюзик, отлично. Вот. Я думаю, ты сам помнишь, Аран. Все это дело. Так, броня у лейзера, треть хата уже готова. 39-32, пока вроде... Вот это вовер, это можно было пораньше, правда, увезти. Пока вроде у лейзера все. Если не прекрасно, то нормально, можно точно сказать. Делаются меди-вайки, Витерман. Сейчас выход с трехбараков будет, кстати, риперов. Вообще не погибло, тоже важный момент. Хорошие гранатки. Все накидал. Не все риперы выкинули, но большинство... Так, с бейлинг-несту... Офигай, лейзер, да. Четвертый уже хат пошла, вот дает. Здесь летят вперед марики, их 14 штук, здесь 2 места свободных. Бейлинга-неста нету и лейзера, это крайне опасная ситуация. Почему? Потому что 14 мариков, здесь плюс риперов 8 штук, это очень опасный миф. Марики уже на стимпаке, ребят, как вы можете прекрасно понять. И пошел стим, все это залетает вперед. Риперы кидают гранаты, плетка не выдерживает. Просто очень жестко сейчас и лейзеру приходится. И похоже, что Витерман сейчас вообще выпилит его полностью. Бейлинг-неста нет и не будет. Пакаж 4 бейлинга, вот они по факту заказаны. Бои тимдронов уже падают. И видят, где бейлинги морфятся сейчас. Витерман прекрасно. На минусу тех, конечно, ГГВП, хороший тайминг была атака. Ну вот, просто риперы, да? То есть риперами можно масить до конца, что-то там размениваться, а можно построить их определенное количество вовремя свитч сделать. И тут лейзер виноват. Просто раньше Бейлинг-неста, я думаю, не смог бы Витерман так задавить бы точно, как его. Но вы видите, что и лейзер просто не подготовился. Абсолютный фаворитом он был. Но тут как-то так. Тут как-то так себе вообще лейзер себя показывает. Потому что я не знаю, как бы, три барака рипера, это сейчас к этому нужно быть готов. Но он уже написал как-то в чат, что о май гад, если там это будет новой метой в ЗВТ, то я убью себя, короче. Ну, это шутка, понятно, была. Блин, короче, не нравится. Вот, понимаете, когда такое пишут люди обычно, те, кто просто в као, допустим, это бреет, он никогда так не напишет. Он подумает, да и пусть играют так, я сбрею. То есть такое пишут, когда просто не умеют. И проблемы у них с такими вот вещами получаются. И так же можно. Поехали. Продолжение следует... 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 Ждем начала Такие вот дела, ребята Здарова, Миш Слушай Да, разобрался, короче Тебе не отписал, извини Вот Ну как разобрался В нашем городе Не очень большом Никто его не снул Я так сразу Человек нашел, он посмотрел Сказал, что там чип, короче, что-то там Косячит Один там, ну и, короче, он не смог сделать И в итоге, короче, посмотрел По объявлениям, понял, что никто не сможет И к Москву поехал Просто на стримфест Отвел сюда, в Москву, в сервис, короче Отдал и В итоге, вот, его там Должны были сделать, короче Там, да, там, какой-то чип центральный Чтоб там полетело 3900 ремонт, короче Ну, нормально, в принципе Мне уже пофиг, побыстрее его Компания Так, задержка Двенадцать секунд, еще помните, пацаны И помните, что против подписываться На премиумы, поддерживать меня и мой канал По реквизите, в описании, через Плеер, как угодно Подписывайтесь на премиумы Это дает вам Иконочку в чате, смайлики там уникальные Ну и отключайте отлогику возможности На рекламу пильну пока Ну что, у Харстама одна карта Преиму, что две нужно взять То есть термалу-3 надо взять Которая мать Которая мать Например, это дает Ад Instead, у него все Возьмите в датах Возьмите, что вы можете взять Адапе Возьмите, что мы видим Что мы видим Возьмите, что мы видим Возьмите, что мы видим Искала к нам Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, Миша, конечно, напишу. Если что, ребят, Харстом 1.0, Бо 5, поехали. Да нет, там уже все, диагностику провели, что-то там нашли, короче. Сейчас вот Илюха должен забрать, как бы его в ближайшие дни. Микрофон может завтра и выслать. Так, я адекватный, старкальтная щелка. Первое, что меняет изменения настройки DLS. Честно говоря, я не знаю, что такое настройки DLS. Может кто-то в чатике мне на Goodgame подскажет, где-то все стартовое место. Могу ли я поменять сложности и... Так, а стартовая версия у нас-то что? Которая вот там... Блин, я вот меня, честно... Не, ну компьютер эту сложность точно поставить, поменять можешь? Как бы вот что другое там есть по поводу DLS. Я вообще не знаю, что это такое. Так, пинг на всякий случай поставлю. Здорово всем, ребят. Турнир, который, в принципе, я не особо собирался освещать, но решил, что надо постримить сегодня вечером. Ну и, кажется, там Ютермал. У нас реактор здесь и факта там дома. Возможно, это дробь Мариков и дробь Минок потом, как Ютермал. Короче, Ускул от Ютермала. И вот, его же Ускул. Вот. Может быть, я не прав. Перворождённые выстоят. Так, ну что? Оракул у Харст МК здесь заказан. Мне сложно сказать. Не, ну Харст МК, конечно же, здесь фаворит. Он 2-0 выиграл уже Ютермала. Сегодня. Ну, может быть, в европейском Старкрафте, может быть, всё что угодно. Может, Ютермал сейчас соберётся и просто не нутнёт Харстом. Нет, это не дробь Минок, но это выход с Мариками и с Циклоном, по крайней мере. Оп, проскочил Оракул. Ну, скорость высока слишком. Всё-таки умудрился Харстом подлететь и получить для него Шаракул. Зачем он сюда подлетал-то вообще, я не понял, если честно. Кит-Оракул, минус Оракул! Ах, успел только Revelation Харстом кинуть. Конечно же, ошибка была очень серьёзная с его стороны. И в итоге, вот, 7 Мариков, нет, 7 Мариков здесь, 4 здесь, 11 Мариков и Циклон выдвигается вперёд. И, между прочим, есть 1 Пилон, 2 Адепта и просто 1, сейчас 2 Феникса будут здесь. Что, мягко говоря, маловато, чтобы отбить всё это легко. А что боится-то Ютермал? Пилон сбрил и продолжил пушить всё. Главное, чтобы по Марикам стрелял оверчаш, потому что здесь с лечением и нормально всё будет. А, ну, кстати, энергии больше нет. Да, Ю... Нет, я был не прав, Ютермал правильно, всё, кончился оверчаш, и больше его не будет. Адепты зашли туда, попытались подраться, но нет, к вам там драться. Сейчас будет пытаться минуснуть Нектус Ютермал, естественно, Харстом. Он минуснёт, скорее всего, этот Нектус. Куда он пошёл-то там? А, сзади Феникса прижёт что-то приятного здесь мало, конечно. Но надо... Самое главное, Нектус Ютермал забрать, и всё. Здесь Марики идут, отдаются. Викинг плюс 2 Марика против Феникса, убьются, Нектус упадёт. А нужно дальше ещё пушить? Хотя есть все возможности для захода на хайграунд. Пилона здесь нет для оверчажа на рампе. 4 сталкера, всего 2 адепта, а здесь Мариков 12 штук и 20 клона, и Медивак же хоть и Минка есть. Здесь ты уже по Марику зашатал, Харстом. Викинга обнаружил. Надо садиться было, но против Фениксов садиться тоже не вариант, потому что если сядешь, они тебя обратно поднимут. То есть здесь забуксовало, сталчу-то Ютермал просто сверху не пускает. Но он, в общем-то, и не собирался заходить, насколько я понял. А здесь выходит третью цеху, но надо прикрывать всё дело. Делается Ревен, которого Фениксы моментально сбить могут, ведь по нему бонус, он лёгкую броню имеет. Но Фениксы в другом направлении. Куда этот Ревен летит? Куда этот Ревен летит-то? Я думаю, что им вообще нафиг сюда лететь не надо. Почему? Потому что, если он выставит авто-турель куда-то, это будет последнее, что он сделает в этой игре. А терять юнита 100 на 250 стоимостью обсервера, там, детектора, в смысле, в такой стадии из-за того, что, чтобы выставить одного авто-туреля, это глупо абсолютно. Ну, возможно, Ветермал повисит здесь подольше, сколько и позже авто-турели выставит. Так, в это время на центре. Адепты плюс сталкеры, плюс Фениксы, плюс Араху ловят просто этого Ветермала выход, но он смог улететь назад. Вижу, Ревен здесь летает. Ну, две авто-турели вот сюда поставь, эту хрень летучую выбей. Просто палил, блин, Ревена на ровном месте. Смотри, что это, блин, что вот происходит? 100 минут Ревена. Все-таки я недооценил Ютермала. Он мог такое сделать, просто отдать Ревена на ОТХС. Да оставь ты с армией, пусть энергию копит. Что за тупость вообще, не понимаю, зачем это делать? Харас ради того, чтобы похарасить, а не ради пользы какой-то вообще. Ну, повезло, тут Ревена не смог найти и Харстом. Он сныкался. Третий нексту заново восстановлен, делает сырого глефа адептом плюс один. Гейтов сколько? Три штуки, да, пока еще не добавляются они. Ну, и Термала хороший продакшн, сейчас пять бараков заработает, очень скоро один-один грейды делают. То есть, нет, у тирана в этой игре очень хорошо. Очень все хорошо здесь. Так, хороший врыв, минус медилаг, с частью фениксами, извиняюсь. Зевнулся сейчас. Так, две пробочки, минус авторель, Ревен не обнаруженный, четыре пробки минусует. В это время дропы еще на мэн идут, но не так-то просто здесь разобраться. Феникс и минусует мариков всех. Оракулом в этом помогает. Минус медилаг, хорошо здесь Харстом разобрался, и минус два эмародера. Какими темпами сейчас два роба начнет работать, Харстом еще здесь и перевернет игру на самом деле. Правда у него грейды по нулям, и газ он на второй криво добывает, на третий, простите, криво добывает. Туда-сюда все катать. Семь и шесть пробок просто на три базы, ну то есть у Харстома с перебором рабочих. Вот он два дестабилизатора делает, реально, то есть здесь лишних уже мейн-то кончается. Вот только этот баз достроится, если ему даст, конечно, и термал достроится, то там она сразу же будет раскачена. Потому что лишних пробок здесь четыре как минимум, здесь восемь и здесь пять. То есть это больше шестнадцать рабочих, сюда можно переводить смело, а здесь уже можно даже и больше переводить. Восьми, почитывая, четыре минерала, они скоро тоже кончатся. И здесь тоже начнут кончаться скоро. В ближайшее время дестабилизатор номер один готов. Казалось, сейчас очень хорошо прилетит, но нет, прилетело неплохо, но не прям вообще жестко, чтобы перевернуть игру. Странно, что Харстом не стал в колоссов выходить. Так, ну две минки выбивает. Ну, с другой стороны, колоссов мог бы термал пробрить, сейчас контролем. А эти... Ох, хорошо, мне это жалко было. А дестабилизаторы гарантируем, на хоть какой-то урон бы навесли, ну и Харстом отбился, и термал пытается выйти в дальность либератором сейчас. А здесь заработало две фрожины, как и с грэдди делают сразу атаку, надо бустануть. Ну, Харстом больше, по лимиту первые колоссы. Ну, против либераторов с дальностью не знаю, что получится сделать. Кстати, термал забыл вторую броню закатить, но это косяки, опять же. И золото выбывается. Ну, пока что игра более-менее равная идёт. Каждая ошибка может сейчас стоить игры и тому, и тому. И... Как грейд выбили? Как грейд выбили? Крайной дроп, вот ютермал. Ошибка дорого может стоить, но просто здесь проще ошибки совершить. Почему? Ну, садим такой дроп и всё. В это время ещё и на встрече не прибегая Био, просто унижается ютермал. Всё. Заходит на мейн, похоже на 1-0 в пользу ютермала. Так, 1-0. Это 1-1, ведь Харстом и тренировка у него матч в запасе есть. Вот так вот. Что-то ютермал подразыгрался. Что-то ютермал подразыгрался здесь. Что-то ютермал, что-то ютермал, что-то ютермал. А так вот, А там не только, что-то ютермал. Харстон спрашивает, типа, эта игра была закончена или нет, ну, типа, были ли шансы в ней еще? Нет, там, вряд ли. Ну, мало, ну, там подставал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Понял. Спасибо за информацию. Может, я об этом говорил, но потом что-то, ну, ты как-то и не заметил этого Спрыгаю в игру. Хост есть. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну, они не парятся особо. Они не парятся особо. Вот такие вот... Бля. peuch. Ну что, идем в очередную карту. Комаров еще здесь не хватало. Работает ПВО, работает хорошо. Работает. 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 Не знаю, правда, как завтра, что там после GSL-а будет что-то или нет. Но вроде что-то там есть, хотя я не уверен. Так, GSL, UCS, Regional Challenges, Ajay, это лига первого второго, что за Ajay лига, хер его знает. Хотя нет, что-то особо ничего нет. Ладно, разберемся завтра мы с этим всем делом, может, я в ФП поиграю немножечко, может, еще что-то по делу. Так, ну что, похоже, что ее термал может Харстому заминусовать, высадка защитников у нас карты здесь. Но не факт еще, что заминусует пока что. Почему один наушники надеваю? Потому что иначе будешь изолирован от своих комментариев и не сможешь контролировать громкость того, как говоришь-то, и будешь орать просто. А так как время ночное, уже и люди спят, как бы, это не нужно мне совсем. Ну а здесь, тем временем, вот что, пилончик пошел в Рокси у Харстома, и похоже, он собирает здесь какую-то Старгейт пилять, что ли. Кстати, у термал на разведку кто-то идет? Улучшение командного цифра не идет никуда. Интересно. Ну что же, Прокси Старгейт, это очень, конечно, интересно, но как он зайдет, вопрос открытый. Ну, учитывая странность игры, у термала какую-то странность, он просто стоит и ничего не делает здесь. Вполне зайти может. Бляд, Гарнат, конечно, Старкрафт. И, конечно, он идет... Ну как, стрим идет с двух часов дня вообще, как бы, но час записи у нас сегодня был. То есть я отдыхал, а все остальное все время стримлю вообще, как бы, стрим долгий, как ты понимаешь. Почти 10 часов уже, 9 из которых я здесь в прямом эфире. Пилончик ставят у нас здесь. А где Прокси-то, я чуть не понял. Чего он так долго идет-то? Выдает их термал. Уху уже Прокси идет вообще. Так, ну, Марико минус-минутый термал. Три КСМ-ки уже выпилено. Шесть, а там Оракул прилетел, я вам это не показываю, ребят. Это печаль полная вообще. 2-2, ребят, решающая карта будет сейчас. Потому что у Харс там была уже карта. Блин, я первое, я смотрю Оракул строится, думаю, а что там. Это первый Оракул прилетел и унизил просто. Потому что, ну, без разведки, понимаете, сыграл против такого билда, без разведки не выстоять просто. Это очевиднейший момент сейчас был. Прыгаю в игру. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Дело в том, что они геи, долго ты думал над вариантом этим Интересно. Так, надеюсь, Ветермал будет пытаться Старгейт выбить. Здесь приходит Харстон и просто объяснять, что не надо. Так, сми на минус одна. 160-160, Старгейт выжил. Призма, кстати, с двумя адептами на мэн летит. Минки здесь так просто не выбить, они сныканы под ливераторами, поэтому... Оп, здесь три туретки. Хорошо, мэн вообще наглухо закрыт, кстати, от дропа через две туретки. Через одну призму может лететь, через две даже со скоростью она не пролетит никак. Пролетает Харстон, видит туретки прекрасно. У него 2-2, кстати, делают же готовы. У Грейдама опережает Ветермала, но вот такого-то Грейда у Харстона нет. Освободитель, дальнобольное баллистическое орудие. А у Харстона нет освободителя. У него есть лишь дестабилизаторы, но освободитель, понимаете, серьезнее, значительно. Так, что тут минки? КАП! Вы видели, что сейчас сделал дестабилизатор? 16 юнитов, 16. Я не знаю, до этого он убил хоть что-то. Возможно, что и нет, потому что... Ну, очень больно сейчас прилетело. Вы видели сами все. Здесь пытается либератор минуснуть призму. Нет, ошибка. Это сейчас сталкеров может залететь и минуснут его сталкера. Причем Ютерма мог улететь. И улетел, кстати, случайно, с чистой воды. Так, минки еще туда-сюда бегают. Это были молоко дестабилизатором. Стреляет у нас Харстон. Сменитое направление удара. Вот сюда зайди на ХГ. Я не знаю, что-нибудь сделаю уже, в конце концов. Адепты наверху тут варпятся. Иллюзии полетели на вторую и часть на мейн, возможно, да? Сейчас два телепортируют. Чего сейчас? Пять телепортнутся. Марикам не везет, с которыми адепты месяца, конечно. А мародерам побольше везет, а не подольше выдерживают. Будут дестабилизаторами в ХГ стабильно. Тут пристебывает нормально юнитов. 1878. Запас ресурсов лучше. Четвертый никус начал, 23-я атака уже на половине готовности. Тут 2-1 грейды больше не делаются. У ХГ уже 2-2. Сейчас будет 3-3. Он скоро закажет. Харст делает флитбикон Старгейд, кажется. Сегодня кого-то критиковали за флитбикона. Не помню, кого там билу или там кого-то еще. Так, адепты прилетели. 4 медивака здесь, ребята. Харстон, блин, как агрессивная девочка. Один медивак выпилит. Второй, третий сейчас. Минка на КД. Четвертый. 126, 170. Просто царь. Харстон здесь. Он очень четко все сделал. Сбил дропа, принял. И будет продолжать, видимо, вниз движение. Подходит еще юниты. Тут 2 либерата прилетели. Куда они прилетели? Что они должны делать? 3-3 делаются грейды. Тут 2-1 только. Привет, Вилин. Естественно, встал. 9 часов уже прямого и первая часть записи. 10 с лишним часов стрим идет, но... Хотел я чуть-чуть пробежаться сейчас после стрима, блин, но мне рано вставать в 8. А после бега не заснуть будет. Плюс даже не в 8 раньше мне вставать. Немножечко. А не, даже в 8-40. Нет, да, в 8 можно встать. Короче, но... Не заснуть просто. Не то, что я бегу, мне просто не заснуть потом будет. Чтобы я не выписал в очередной раз. Короче, щена домой будет сейчас двигаться с Чарликом. Так что, ребят, после этого стоп-старт... Ой, точнее, стоп-старт не буду делать. Завтра 12-30 в ГСЛ приходите смотреть. Плей око, между прочим, 2 ТВТ будет. Тивай, Гумихол, Бьян против Мару. Мощь просто. Ну, а эту запись данного турнира я тут дальше выложу. Помните, там на автоотключение поставлю. А что делать? Так, ну тут что-то Хастом активно прессует. Ютермал пытается в контр-выход. Странно, здесь чуть-чуть такой вот. Чуть-чуть забичовня такая. Хех. Здесь медивак, 4 марайдера, 2 марика. Минька, 2 либератора пришли. Хастом-то цехи, конечно, тут проблевает. Ютермал отобьется на моем. Ютермал много боевого лимита, но... Тут практически без потерь Хастом сбреет, и все в порядке у него, по-моему. Лимита больше нет, тут снова есть замена этому выбитому. Так, здесь отступить бы Хастому единственное. Надо отсюда вот этого направления было бы. Часть-то лимита уже точно никуда не денутся. Так, дестабилизаторы плюс халкер. Халкер минусу из либераторов, дестабилизаторы падают. Надень там в туго остался, призма прилетела. Залп! Есть залп, завар под этот ведет. Удача-то боевой не выдвигает лимит. Надень либератор, что ж ты боишься-то, Хастом. 3-3 грейды на 2-1 био. По грейдам Хастом доминирует, кстати, вообще. Да и полиаметал, 155-130. Боевого, конечно, Ютермала больше. Но 60 на 32 по рабочим, печально это. Привой дистансмайнинг-то, переведи ты их сюда. Как додик, блин. Вот, конечно, что-то перевод. Уже давно в добыче полностью установлено было. Ютермал пытается вперед пойти. Дестабилизатором поспешил Хастом дать залп. В итоге в молоко этот залп ушел. А ведь дестабилизатор здесь может перевернуть битву эту. ХД идет, но не успеет, походу. Он даже выстрелит. Агрессивный подблинг от Харстом. А Либератор с дальностью, по-моему, уже. Как же прижгло сейчас этим Либератором и другим. Это не успеет выстрелить слишком близко юнит. И тиран находится. Здесь минус пробки. Надо сюда уже переводить. Назад вообще. А сзади грелочка хорошо врывается. Молодец. Одного Либератора выпилил. И грелку увел. Здесь маленький сразу выдвинуть. Сталкер, кто тут выдвинуться? Тоже выдвигаемся. Грелку не спасли, блин. Поздно отреагировали. Тут братва в машину фрэк сразу выцепила. Грелку эту и все. Кабину набил и она назад уехала просто. Покачили все эти гангстеры. Ничего не сделали. Надо бой давать Харстому. Ааа, он пытается. Какие темписты по угоду сейчас. Вот темпист будет стрелять. Чуть там пытаться убить. И трен знает что убьет в итоге. По грейдам плюс, по всем параметрам плюс. Либераторы еще ближе подходят. Так. Боевого одинаково сейчас. Ну я понимаю Харстому почему он боится. У него качество лимита здесь не актив. То есть голые сталкеры набил с медиваками, с либераторами и минками. Это просто я не знаю. Такое кроши вот. Их может уничтожить просто там. Не знаю. Все что вот эти юниты могут уничтожить. Буквально в секунду. Сталкеры голые. Ааа, между прочим, есть несколько адептов. У меня это странно, что Харстом сейчас иллюзиями не пользуются. Пусти ты сюда внутрь на минки. Чтоб они главное залп минок выманили. Заблинкни сталкерами и на приросте там пытайся здесь. Ну смысл драться под самыми этими либераторами, я извиняюсь. Внизу под их демиджи. Ох! Прилетает! Почти что достал дестабилизатор. Почти не считается. Ни вон там ясо. Мазеркор летит вперед. Уверчашно супер демиджиный пилон проходит. Такая же битва. Это миссия. Я вообще не понимаю. Выигрывает кто, проигрывает здесь. Что за хрня происходит? Одни мародеры остались и Морклы могут минуснуть. Все летит вперед. Мазеркор минус. Там энергия полная почти была. А к сервера катастрофически не хватает. Сейчас он будет. Но зато Нексус и дальний этот добывается. И все добывается. И хастом выдержал. И по лимиту вровень идет. А здесь и цехи то нету. Думаю. Минки терять здесь чревато. Бегайте. Хорошая игра. Хорошая битва в конце была. Просто я до конца не понимал. Там на грани, на волоске висел хастом. Но все таки выдержал. Благодаря экономиксу и приросту. Вот, ребят. Всех еще раз приветствую. Спасибо всем за поздравления Машули. Которое у меня адресовали еще 4 годика исполнилось. Спасибо всем за поддержку в целом. За премиум и за любую поддержку. Вот. Турнир на этом закончен. Шоу почти 4 часа. Выложу запись обязательно в YouTube. Нужно идти спать. Завтра рано осчитывать. И помните, что в 12.30 завтра полуфинал и GSL 2. Ти Вай против Гумихо 1. И Мару Бьян 2. Будет мощно. Все. 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 Ребят. Стоп стар. Делаю. До завтра. Что-то. Завис немножечко. Сейчас задержку только вырублю. А то завтра опять задержка начну GSL. Уберу. Всем пока. Увидимся.